Сегодня гость программы «Днями» председатель правления открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико. Мы с вами находимся в здании Могилевского художественного музея имени Павла Масленникова, где, в общем-то, очень много реализма. Вы же и ваш банк продвигает, наверное, и коллекционирует авангардистов. Почему? Основная задача проекта «Арт Беларусь» – это возвращение на родину работ тех художников, которые в силу каких-то причин остались неизвестны, либо на самом деле работы которых почему-то нет в Беларуси. И то, что это в большей степени нереалистичное искусство, объясняется именно тем, что в период славных почти больше 70 лет Советского Союза именно нереализм и являлся тем направлением, которое выталкивали названия неизвестные и известные. Это как раз и подчеркивает, что они неизвестны даже на малой родине, то есть вот там, где они родились, но они известны в мире. И вот этот контраст между тем, что признание мировое существует, а у себя на родине и работ очень мало, или вообще имена нету, вот это очень важный момент был изначально в нашей философии. Ваша корпоративная коллекция насчитывает более 100 шедевров? Уже на сегодняшний день, да, более 100. Скажите, а почему вообще вы вкладываете деньги в предметы искусства? В рамках нашей миссии, которую мы сказали, мы провозгласили как банк, это на самом деле формирование среднего класса. Мы абсолютно убеждены, что средний класс – это не только доход определенный в рамках статистики и финансовой составляющей. Средний класс – это люди, которые имеют широкий взгляд, то есть на самом деле люди свободные, люди многообразные. И одной из важнейших составляющих, это, естественно, является духовное и культурное развитие. Мы очень на такой вопрос, я всегда очень долго думал, как правильно ответить, и, наконец, всегда говорю, что мы банк умных, красивых и богатых людей, и хотим, чтобы все были такими умными, красивыми и богатыми. Трудно поспорить и правильный посыл. И отсюда на самом-то деле формирование очень хорошего отношения, возвращение и гордость за страну, за людей. Времена бывают разные, но в любое время есть люди, которые делают эти времена на самом деле привлекательные. Нельзя же сказать, что начало XX века – это было легкое время. Ну нет, конечно. Но в искусстве это время изменений, которое дало толчок современному искусству очень сильно. Только в искусстве до начала XX века. Скажите, мне всегда было интересно, вот корпоративная коллекция, она где хранится? Скажу, почему спрашиваю. Я вчера была на выставке в библиотеке национальной, там как раз выставка, посвященная 500-летию книгопечатания, и экскурсовод так как-то вздохнула и сказала, а вот эта из коллекции Белгазпромбанка, она, к сожалению, не наша. И я подумала, что здорово, что она здесь. Но вот почему-то вздыхают экскурсоводы. Почему? Не всегда могут увидеть? Нет, неправда. Как любой коллекционер, ну то есть любой искусствовед, музейщик, ведь по сути, по внутренней сути коллекционер. И если он видит достойное произведение, не принадлежащее ему, он всегда будет вздыхать. То есть это закон, независимо от того, с кем ты разговариваешь, с государственным музеем, с частным коллекционером или просто с людьми, которые заражены вот этой коллекционной составляющей. Мы получили постоянное место во дворце искусств, где сейчас работает галерея «Арт Беларусь», и где можно увидеть, ну, почти половину коллекции, которые там есть в «Белгоспромбанке». Дискуссионно ли для вас внутри вас тема, кто вам ближе из тех трех авторов, которых вы сегодня привезли в Могилю? Это Сэм Зарфин, увидев работу которого, я понял, что «Арт Беларуси» там жить, и она будет, эта коллекция. И, если честно, вот работа Абрама Монозона – это второй художник, который меня поразил своей необычностью. И когда я узнал, что еще, мало того, еще и белорус, да еще и могилевчанин, и почти неизвестен даже искусствоведом, мне за него стало очень обидно. И поэтому, наверное, вот он – это второе имя, которое мне искренне очень нравится. – Скажите, что бы вы посоветовали нашим зрителям, как банкир, копить или тратить? И на что? На предметы искусства, отдых? – Нужно понять, что все-таки деньги – это только просто инструмент, который позволяет тебе сформировать ту жизнь, которую ты хочешь. Вопрос не в количестве, вопрос в качестве использования этого инструмента. И вот это очень важно. То есть, если философия копит, ты можешь копить и так и проживешь всю жизнь, не получив удовольствия накопленного. И если тратить просто, потому что очень нужны траты, то можешь ты пропустить за этой суетой что-то очень важное. – Очень важное. – Поэтому, мне кажется, нужно понимать, что у тебя есть инструмент, который делает тебя свободным в той степени, в которой ты очень хочешь получить. Если тебе не хватает, давай пошевелись. Если тебе уже достаточно, можно уже получать удовольствие. Поэтому я считаю, что самый правильный совет – это перестать думать о деньгах как о цели. И начинать думать несколько по-другому. Деньги – это всего лишь возможный инструмент для достижения этой цели. – Реализация мечты какой-то, да. – Совершенно верно. – Я вас благодарю за интервью и благодарю за ту выставку, которую вы привезли к нам. – Спасибо и вам. Спасибо большое. – Спасибо. – Спасибо.